Добрый день! Тоже теплее было немножко, да, с бабочкой, сам без галстука, но у нас и формат нашего общения, он предполагает общение без галстука, сейчас же даже президенты без галстука встречать, а мы чем хуже, да, ничем абсолютно, я считаю, может даже лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, я перед тем, как выходить на сцену, у нас время еще есть, две минуты, мне войти немножко нужно, волнуюсь очень перед вами, понимаете? Я анекдот вспомнил, про воспитательность тоже волнуются, да, между прочим, вот одна вот такая воспитательница, такая же красивая, как вы здесь сидящие, пришла в салон красоты, постричься, села ее, начал молодой человек, достаточно симпатичный стричь, спрашивает, кем вы работаете? Она говорит, я воспитательница детского сада, он обрадовался, говорит, слушайте, как здорово, я в восторге просто, ну и начинает стричь, через две минуты опять задает вопрос, вы кем работаете? Она опять, я воспитательница детского сада, и так пять раз подряд, она бедная уже, она говорит, что он от меня хочет, пристал-то ко мне, видимо, как-то чувство свое не может проявить, может понравился я ему по-другому, ну и он в очередной раз ее спрашивает, она отвечает, говорит, что ты от меня хочешь, скажи честно? Он говорит, слушайте, ну не переживайте, у вас профессионально, и у меня профессионально, просто вы когда свою работу произносите, у вас волосы дыбом встают, так стричь удобней. Ну хорошо, давайте пообщаемся, правда я предлагаю пообщаться все-таки в режиме диалога, и мне здорово, что уже с места какие-то реплики звучат, я вот попрошу свою помощницу вот с этой стороны показать, объявить себя, да, помашите ручкой, и у кого будут какие-то вопросы или несогласия с тем, что я буду говорить, пожалуйста, можно в письменном виде записочкой передать сюда, я постараюсь все-таки в конце, чтобы у нас осталось немножко времени на то, чтобы ответить или просто пообщаться вот так вот в формате диалога. Договорились? Спасибо. Поговорим? Поговорим. О чем? О разном и о прочем. О том, что с нами хорошо, и хорошо не очень. Что-то знаете вы, а что-то вам известно. Поговорим? Поговорим. Вдруг будет интересно. Вот этими совершенно замечательными, на мой взгляд, словами, одна знакомая воспитательница детского сада начинает свой первый диалог, разговор с родителями, когда их дети переступают порог детского сада. Мне кажется, совершенно классное такое начало для того, чтобы настроить всех участников этого общения на будущее сотрудничество. Согласны? Согласны. Вот я совершенно не случайно, мне пришла в голову мысль обсудить на этом большом форуме, один из главных пунктов того самого манифеста работников дошкольного образования, который, кстати, был принят на таком же форуме в прошлом году. Кто был, все помнят, а кто не был, тут знает, наверное, уже, да? Картинка известная, правильно? И здесь дословно, вот я выделил, отметил, «Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства». Абсолютно так, как звучит тема моего выступления или разговора. Казалось бы, аксиома. И тут доказывать ничего никому не нужно. Сама эта мысль не требует никакого доказательства. Так же, как и, ну, понятно, что земля круглая. Собственно, здесь начало учебы, дошкольное детство – это период, когда ребенок только формирует свое отношение к учебе, когда закладывается основа его здоровья, закладывается желание учиться или не учиться и так далее. Поэтому, ну, это все понятно, как божий день. Но зададимся вопросом. А что сегодня происходит в отношениях в формате родителей-воспитателей или воспитателя-родителей? Все ли так безоблачно в этой теме? Очень интересный вопрос. И вот я, пользуясь случаем, хотел бы здесь провести такой небольшой социальный эксперимент. Если вы не против, я хочу задать вам немножко в другой интерпретации этот вопрос и постараться все-таки вместе с вами на него ответить по возможности, если у нас получится. Как вы? Готовы? Давайте попробуем. Вопрос звучит так. Кто из вас, из здесь сидящих, удовлетворен уровнем отношений с родителями своих воспитанников? Вот так, ни больше, ни меньше. Только честно, я попрошу сразу. Руку поднимите, пожалуйста, чтобы я видел. А кто не удовлетворен, пожалуйста? А если половинка на половинку? Ну, вот где-то оно так примерно и получается. Половинка на половинку. Спасибо большое. Это очень такой важный показатель на самом деле. То есть мнения разделились сторон. Если бы была какая-то единодушная среда, то есть большинство бы однозначно совершенно подняли бы руки за, что все здорово, все хорошо. Я бы, наверное, не стал спорить и сказал бы, что да, мы, наверное, уже построили идеальную форму отношений, взаимоотношений, все у нас хорошо. Тогда и не нужно было бы вставлять этот понятный пункт для всех, для нас. В этот манифест, правильно? Ну, раз есть вопрос, а они есть, безусловно. Вот я хочу как раз это и показать. Сгущу краски. Провокационный тезис. И поспорим. Родители и воспитатели – великое противостояние. Вот не иначе. Объясню, почему именно такая картинка. Ну, кстати, так понятно, да, что спорят явно, причем так достаточно жестко спорят. Я, понятно, уважаемые друзья, я сознательно не рассматриваю ситуацию, когда все и так хорошо, все идеально, когда воспитатель нашел подход к родителям своих воспитанников, когда он уже выставил эти отношения. Когда у них есть общие темы для разговора, и они понимают, что взрослые люди могут всегда договориться, построить диалог без какого бы то ни было конфликта. Но это бывает, согласитесь, не всегда так. Не всегда так гладко все проходит. Ну, кстати, мне сейчас многие из вас, из здесь присутствующих, могут возразить и сказать, а почему только воспитатель должен подход искать к родителям, а не наоборот. Резонный вопрос совершенно, и ответ на него, глубокий смысл будет скрытый в вопросе и в ответе. Я бы хотел обратиться к совершенно замечательным словам нашего педагога, советского педагога-новатора, детского публициста, психолога детского Василия Александровича Сухомлинского, где он пишет, какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения, самыми главными мастерами, формирующими разум, мысли детей, являются мать и отец. И с этим, я думаю, никто спорить не будет. Поэтому нам, учителям, а здесь дальше очень важно, прежде всего необходимо заботиться о повышении педагогической культуры родителей, разъяснять им смысл воспитания и работать с ними в одном направлении. Я бы, честно, ну правда, но и заслуживают аплодисменты эти слова, правда? Я бы вот на месте Министерства просвещения нашего вот это изречение повесил бы при входе в каждый детский сад. Чтобы и родители, и воспитатели об этом никогда не забывали и думали над этими словами. Но, во-вторых, я хочу всем нам напомнить, мы же в системе Министерства просвещения трудимся с вами, правильно? У нас есть и нормативные документы. Один из них – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Такие новые вещи, да, хотя какие они новые? В 2013 году был принят, вон Минюст России, уже действует у нас. Так что же там написано? А написано там вот что. В пункте 3, это я отвечаю на наш же с вами вопрос, поставленный самим себе. В пункте 3.2.1 для успешной реализации программы, ну понятно, в детском саду, это выдержка, должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия. И вот под пункт 8, обратите внимание, подчеркнуто красным, поддержка родителей, законных представителей воспитания детей, охране и укрепление их здоровья, вовлечение, тут красной строкой, я бы двойной штрих-пунктир сделал, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. И дальше пункт 3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующие специфике дошкольного возраста, предполагают там траля-ля взаимодействие с родителями. И дальше тоже непосредственно вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных стандартов. То есть в нормативных документах это также записано в качестве одной из задач, в качестве тех вопросов, которые должен решать детский сад, должны решать воспитатели. И я нисколько не сомневаюсь, что вы это делаете в своей работе. То есть, иными словами, воспитатель сейчас это не просто воспитатель конкретного ребенка. И я уверен, что вы со мной согласитесь здесь. Он сейчас в современной нашей системе образования выступает посредником, выступает координатором, как это ни странно прозвучит, между ребенком, его родителями и обществом. В системе государства. Он влияет, именно воспитатель влияет. Вот здесь ваша функция, дорогие друзья. Ваша функция, ваш функционал. Причем, геройский функционал. Именно он влияет на формирование отношений между родителями и детьми. Понятно, что в каждой семье там свои порядки, свои цели, какие-то устремления, правила, нормы, воспитания. И часто это приводит к непониманию. Но подчеркну, задача все-таки, я возвращаюсь к противостоянию, к тому тезису, который я озвучил. И еще дальше усугублю, вы меня извините. Потому что, ну как это не банально звучит, я уже по практике по своей говорю. Сейчас у нас чаще воспитатель выступает, если ошибусь, поправьте, притесняемой стороной. Согласны, нет? Согласны. Железобетонно просто. Во всем виноват кто сейчас? Практически в любой ситуации виноват воспитатель. Чего бы там ни было. Ну давайте поближе рассмотрим вопросы, которые и на что жалуются родители. Вот к нам жалуются, везде жалуются друг к другу. Родители чаще всего жалуются, что воспитатели. Всего четыре пункта, я не стал много, округлил. Гуляют с детьми слишком мало, в хорошую погоду держат их в группе. Или напротив, слишком много. То есть погода плохая, никак не угодишь, да? Противоречивые такие. Не проветривают помещение, опять же, или проветривают слишком часто. Пойди попробуй. В одной группе может быть несколько разных мнений. Не следят, чтобы ребенок все съел, а наоборот. Либо кормят насильно. Паразиты, а? Все равно виноваты. Не смотрят за детьми, допускают детские потасовки. В группе часто бывают синяки, царапины. Виновны к ней наказывают совсем или наказывают слишком строго. Ну что, скажите, не правда, что ли это? Правда. Но если мы думаем, что только родители выражают свое недовольство, как говорится, конфликт противоречит, он существует. Давайте посмотрим, на что чаще всего воспитатели жалуются. Опять же, если не прав, поправьте. Я совсем согласен. Первое. Нарушение режима. Паразиты приводят ребенка утром, когда завтрак давно закончился. Понимаете? Либо слишком поздно забирают. Понимаете? Дальше. Ребята попадают в группу, абсолютно не готовые к детскому саду. Без элементарных навыков самообслуживания. Подтереться не могут. Понимаешь? Отсутствие должного воспитания у детей. Они либо чрезмерно избалованы, либо абсолютно лишены родительского внимания и заботы. Если суммарно обобщить, вот эти все фес страны-воспитатели, подчеркиваю, будет звучать примерно так. Каждый приводит своего ребенка в группу и считает, что он особенный. И считает, что я вот с ним должна только и заниматься. Или с ней. А у меня таких 20-25 особенных. А то и 30-35. Примерно так это звучит. Примерно так. И поди потом там кому-то с их противоречивыми взглядами, между родителям, докажи обратное. Каждый будет. Это мой, вы должны, вы обязаны. А то, что еще там компания серьезная, об этом мало кто думает. То есть, что я хотел вот этим всем делом показать. Что противоречит, оно существует все-таки, правда ведь? Ну, оно на поверхности, как говорится. Банально. Ну, отрицать этого невозможно. Так же, как невозможно отрицать закон тяготения или закон сохранения энергии. Поэтому, что с этим делать? Вопрос. Меня, кстати, часто спрашивают работники детских садов во время проверок, в которых приходится участвовать в силу обстоятельств. А как воспитателю подстроиться под каждого родителя? Я ответ даю, который всех разочарует. Это вас наверняка разочарует. Да никак. Никак. То есть, нужно просто работать, выполняя свой функционал в соответствии с теми нормативами и документами, которыми руководствует детский садик в своей работе. Ну, как ни странно, ответ именно таков. Конечно, находя мостики к родителям, выстраивая эти взаимодействия. И еще раз подчеркну, это функционал и обязанность воспитателя. По нормативам даже. Другое дело, что в наше время сейчас воспитатели еще часто оказываются фактически не только перед родителями виноваты, но и перед администрацией образовательной организации. Непонятно в чем. Случается такое. Часто достаточно. К нам обращаются уже воспитатели, которых там уволили несправедливо. Или там непонятно, что от них хотят. Какие-то навешивают должностные обязанности, за которые он в принципе не может отвечать. Но не готов. По функционалу не обязан, не должен, но вешают всех собак на него. К сожалению, это тоже имеет место быть. Но, вы знаете, чтобы немножечко разрядить вот этот пафос, я хочу вспомнить совершенно замечательный наш советский художественный фильм. Помните такой? «Усатый нянь» назывался. В 1977 году замечательный совершенно фильм, который популяризировал процесс, профессию детского воспитателя. Там Сергей Проханов, замечательный наш советский актер, сыграл того самого воспитателя. В такой, в юморной форме, в юморной комедии. А мне больше всего нравится в том числе вот это высказывание. Посмотрите. «Космос – дело наживное, а дети – дети, они перспективные». Вот это тоже плакат для нашего Минпросвета. Я вот здесь себя как космонавт чувствую. Или там на вручении «Оскара» с этой гарнитурой непривычно немножко. Скафандра не хватает. У нас, кстати, вот этих фильмов сейчас не хватает явно для популяризации, во-первых, профессии, а во-вторых, для понимания. И мужиков не хватает. Не только в жизни, а в детском саду и в школе, вы меня извините. Везти их туда надо. Ну вот, кстати, еще одна картинка. Тоже все наверняка хорошо знают. И этого писателя замечательного детского, и эту книжку «Все вредные советы». Я с детьми в свое время часто очень к этим советам обращался. В том смысле, что мы их прочитывали и разбирали. Понятно, что они с юмором написаны. Понятно, что от противного. И мне бы не хотелось впадать в морализаторство. И учитывая короткое время, которое нам дано на общение, на выступление, я все-таки попытаюсь дать парочку добрых советов. Но будет плохо, если мы будем только о недостатках говорить. Правильно, нужно что-то такое еще полезное друг другу дать. Попробуем. Добрые советы воспитателям. Банально, не банально, не знаю как, но вот мне кажется, очень полезная такая шпаргалка. Никогда не отзывайте уничтожительно о семье ребенка, тем более в его присутствии. Вроде бы очевидные вещи, но зачастую, когда мы начинаем переходить на личности, это вызывает такой серьезный внутренний, во-первых, конфликт. Ну, а потом этот конфликт, он, конечно же, начинает развиваться. Понятно, вот то, о чем я говорил. В каждой семье свои принципы воспитания, свои нормы, правила воспитания. И, конечно, если ребенок приходит из семьи весь в сарапинах, в синяках, тут нужно разбираться, понятно. Но в другом случае, я вас очень прошу, вот умоляю, не лезьте со своим уставом в чужой монастырь. Ну, правда. Семья, она может разобраться, если там какие-то нюансы свои. Задача воспитателя все-таки несколько другая. Следующий пункт. Не заводите серьезный разговор с родителями на бегу. Многие с утра пытаются это все проговорить, там на скоростях, понятно. Но нет времени ни у папы, ни у мамы, чаще ни у того, ни у другого с утра, когда они привели на бегу родителя отдавать. Если вы уж серьезно хотите поговорить, оставьте это на вечер. Запланируйте время, договоритесь, и тогда уже вот в конкретное время с той целью и задачей, которую вы хотите обсудить, спокойно все это в формате диалога сделаете. Ну и вот момент важный, третий пункт. Хотел бы на него обратить ваше внимание. Если хотите отчитать родителей за плохое воспитание к чадо, или мечтаете, чтобы ребенок получил дома хорошую взбучку за свои проделки, а такое случается, когда вот я твоим родителям расскажу, они тебе там всыпят, вставят. Вот, ну пожалуйста, вот в таком случае лучше отказаться от разговора. Потому что это не та справедливая цель, не та задача, которую нужно, наверное, решать. Ну, пострадает ребенок, ну, получит он свое там от одного, от второго, может быть, от обоих сразу. А лучше, вот если все-таки эта цель помочь малышу справиться с какими-то негативными проявлениями в характере, в поведении и так далее, тогда это действительно справедливая цель, справедливая задача. И, конечно, нужно дать родителям возможность высказаться. Желательно не перебивая их, что бывает крайне сложно, потому что они все эмоциональны, как все мы. Ну, и в конце говорите, конечно, мы вместе, не противопоставляйте себя родителю. Когда воспитатель говорит, ваш сын, ваша дочь, он уже по определению вроде бы как на другой стороне. Чаще все-таки нужно говорить мы. И лучше ребенка по имени называть. Вот, а не ваш сын, ваша дочь. Артем там или Елена, Лена там, то-то, то-то. И желательно все-таки при каждой встрече с его родителями побольше позитива в его характере, в его, может быть, действиях каких-то озвучивать. Это, конечно, позволит наладить контакт и позволит нас найти какой-то общий язык. Тогда действительно мы все сможем сказать, все мы, вместе мы, сила. Собственно, это можно плавно заканчивать. У нас время-то оно приближается. Да, да, остался последний слайд. Я все-таки был бы не ясен. Вот такую замечательную картинку не продемонстрировал. Счастливые дети, счастливые мамы. Хочется верить, что счастливые папы тоже где-то работают и обеспечивают такое вот счастливое безоблачное детство. И я искренне верю, что рано или поздно все мы дружно, вот не половина на половину зала, а вот весь зал, и не только весь зал, а вся наша страна дружно сможем сказать, что счастливая, счастливый союз педагогов-воспитателей и родителей это наше настоящее. И самым главным подтверждением этого будут, вернее, наши здоровые, умные, развитые, счастливые дети. Абсолютно, я вижу уже записку, прекрасно. А пока мы все-таки продолжим с вами работать в этом направлении вместе, согласны? Чтобы вот это именно случилось, потому что наша страна Россия и ее великая история, они этого заслуживают всячески. Я уверен, мы этого добьемся. Ну а до записки, у меня еще есть время, я еще один анекдот все-таки расскажу. Профессиональный, не могу не поделиться. Мне недавно рассказали, я смеялся. Значит, воспитательница готовит. А, ну пока вот здесь. Я же забыл сказать еще раз скажу. Или говорил. Спасибо за внимание. На всякий случай. Лучше продублирую. Ну и контакт, если кто захочет пообщаться. Пусть пока они там печатаются. Анекдот. Воспитательница целых 15 минут перед выходом на прогулку натягивала рейтузики на девочку. Знаете, да? Нет? Многие не знают, да. Я тоже недавно только услышал его. Наконец, когда она закончила, она облегченно вздохнула, разогнула спину. Это не мои рейтузики, сказала девочка. Воспитательница внутренне, напрягаясь, пережевывая все это, полчаса стаскивает эти рейтузики назад. Стащила. Утерла. Под солба. Это рейтузики моего брата, сказала девочка. Их мама на меня иногда надевает. Вот он весь дуализм отношений. Давайте. Мария Сергеевна. Записки? Давайте. Спасибо вам большое за обратную реакцию. Первая, которая большая. Когда дополнительное образование, образовательное учреждение будет обеспечиваться материально? Когда мы перестанем побираться? Это еще не все. Почему органы образования в регионах не отвечают за обеспечение доупособиями, книгами, оборудованием, констоварами? Ой. Почему педагог должен, первое, просить у родителей, два, тратить свою зарплату? А, поддержка где? Инклюзию провозгласили, а за пункт создания специальных условий отвечают коррекционные специалисты и воспитатели администрации ДОУ, а не работодатель. Вопросов? Ну вот я даже не знаю, если честно, понятно, что это вопросы к нашему Минпросвету, к нашим чиновникам и даже к органам управления на местах, в субъектах. Многие вопросы, они в их ведомстве находятся. Абсолютно под каждым пунктом подписываюсь из этих вопросов. Мы их также задаем. Более того, проводим там какие-то заседания в Совете Федерации, в Государственной Думе, в Комитете по образованию. Там будируем эти вопросы, проговариваем их. Наверное, что-то здесь не так раз эти вопросы до сих пор звучат. Правильно? Значит, будем продолжать их озвучивать, в том числе вот прям по этой бумажке. Спасибо вам большое за помощь. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий добрый день. Да, но все-таки, давайте я все-таки отрефлексирую сам по ней. Попробую. Почему органы образования в регионах не отвечают за обеспечение долл пособиями книгами, оборудованными констоварами? Знаете, вот на практике, когда мы часто случаются, начинаем разбираться с какой-то жалобой, начинаем искать деньги. где они зарыты, куда их потратили. Я имею в виду бюджетные, выделенные на то, на все, на пятые, на двадцатые. Выясняется, что деньги-то были, но по дороге потерялись. Где-то. И действительно, случается часто, когда сверху еще администрация начинает говорить, ну, ты там сам разберись как-нибудь, у тебя же родителей сколько? Полно, правильно? Там и такие работают, языки и богатые, все. Нас к этому, к сожалению, приучили. Вас, нас, всех, общество приучили. И родители, кстати, приучили в том, что они обязаны, еще сверх того, что они налоги заплатили, еще что-то должны платить. К сожалению. Конечно, с этим надо бороться, и бороться с этим нужно вместе. Только неравнодушное отношение к этим вопросам, оно способно что-то изменить. Ну, а насчет того, что почему должен педагог тратить свою зарплату, так не тратьте. Не тратьте. Ваши, не с долом, пистолета у виска это заставляют делать, да? Пишите служебную записку, должностную записку, какую угодно. Сейчас же это процедура делопроизводства, и что вам там администрация, руководитель отвечает, заведующий ответит, что денег нет или что? Ну, пусть тогда в району или там в министерство образования переадресовывает эти вопросы. Пусть выделяют. Родители туда. Родители. Но я прекрасно понимаю, что как только возникает вот такой вот момент недовольства со стороны родителей, правильно, сверху начинают давить на кого? на воспитатель. И он опять становится крайним во всех бедах. Писать и бороться. Нам напишите. Мы БСР там вникаем с ними. Вот там, кстати, координаты указаны. Напишите. Миктор, Миктор. Ау. Пойди, пожалуйста. Пойди, 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 Да? Да. Миктор, Миктор. Хороший вопрос. Мы по одному из, по одной из ситуаций, связанных, мы еще реализуем замечательный федеральный проект здорового поколения, здорового России, связанный, кстати, с питанием детей в образовательных вариантах. Проблема очень серьезная, очень острая. И мы по какому пути пошли? Я по аналогии вам просто рассказываю. Когда мы обучали ответственных по питанию, и там было куча вопросов и куча недовольства, потому что они в еще худшей ситуации находятся. Вы это прекрасно знаете. Наверняка многие или кто-то из вас таким ответственным по питанию назначен. Есть такие? Есть. Вы знаете, что там вообще бесправная, можно сказать, должность, но за все отвечаешь. Это расстрельная должность. Все это прекрасно знают. По крайней мере, в Москве в области 100%. И когда мне начали вот эти люди показывать служебные записки, которые они писали, отправляли там в вышестоящую структуру, а на них никто не реагировал, мы предложили такую схему простую. Я говорю, а вы туда напишите и нам сбросьте ксерокопию для контроля, а мы пообщаемся с теми людьми ответственными в департаменте образования, кто это все должен решать. Поверьте, знаете, как все полетело? Колесо закрутилось быстро. И многие вопросы решились в течение месяца полутора, которые годами не решались. Потому что ни у кого не доходило, они кладут эту бумажку в стороночку себе благополучно и отлежится она. Что секрет из этого делать? Есть такая практика работы, правильно? Положил под сукно, пусть полежит. Месяц отлежится, два полежит, может быть никто больше вопросов не... Ну и ладно. Сошло на нет, писать ничего не нужно. Поэтому активничайте просто и все. Мы открыты, мы готовы, пожалуйста, давайте, мы будем помогать. У нас возможности для этого есть. Вот как раз насчет того, что угрожает. То, о чем я говорил, когда начинают потом давление оказывать всяческие, всяческое. Я так понимаю, что вот как раз следующая записка на эту тему. Можно зачитаю? Я краем глазу. Добрый день. Из-за конфликта руководителя с родителями группы жалобы в департамент началось давление на воспитателя. Тем самым последовало увольнение. Об этом речь? Отказалась по собственному, уволили по статье. Стаж работы в данном... В данном... 23 года. О! 23 года человек по работе. Общий стаж 24 года 10 месяцев. За время всей деятельности не было ни одного замечания. Ну вот то, о чем я говорил. Значит, автор записки, к сожалению, не указан, не подписан. Я прошу после мероприятия просто подойдите. Я вот там буду в фойе какое-то время сейчас посмотрю, выставку не видел. Подойдите просто ко мне или вот к помощнице. Она подведет, мы пообщаемся. Включусь. Постараемся помочь в этой ситуации. Если там есть юридические основания для восстановления, мы это сделаем. У нас случаи были. Мы некоторых и заведующих возвращали, и директоров. Потому что, к сожалению, практика, как это модно сейчас говорить, есть бизнес. А у нас все образование, оно сейчас все-таки в более платную сторону кренится. И начинают говорить, что рейдерский захват детского сада или школы. Боже, я не мог понять, какой рейдерский захват. Оказывается, есть такие практики сейчас. Представляете? Существуют. Так. Что делать, если родитель отчитывает воспитателя перед ребенком? А если родители хотят устроить публичную порку родителю особенного ребенка? Я так понимаю, что речь идет о так называемых мажорах, да? Как это в народе принято говорить. То есть, есть такие богатые семьи, которые могут себе позволить ребенка там опекать, защищать со всех сторон. Ну и не дают фактически на него никак воздействовать воспитателю. Здесь рецепт один. Конечно, непростая ситуация. Всегда это непростая ситуация. Потому что это вызывает конфликт в самой группе, как правило. Но если большинство родителей, большинство детей нормальные, и они страдают от действия этого ребенка, а родители никак не хотят на это реагировать, то, значит, нужно ставить вопрос, нужно выносить это все на родительский комитет, взаимодействовать с управляющим советом. У нас сейчас есть такой механизм прекрасный. Правда, где-то они не работают. Так вот, надо их запускать, эти управляющие советы. Там, где родители имеют возможность во взаимодействии с образовательной организацией, с заведующим, с другими родителями, с вышестоящей структурой, эти вопросы ставить на повестку дня и добиваться их решения. Не оставлять их в стороне, потому что чаще всего подобные ситуации, если с ними ничего не делать, они потом переходят в разряд такого, знаете, потребительского, я это называю, терроризма. Когда начинают уже терроризировать фактически воспитателя. Что ты так не сделаешь, мы тебя уволим. И вот начинают там жалобы строчить, писать, причем надуманными такими поводами и предлогами. Ну и случаются вот такие вот ситуации, как было написано. 23 года человек поработал, не замечая ничего, взяли, уволили по статье. Как такое возможно? Такого быть не может. У нас в ТК там четкие установки даны. И профсоюз еще есть. Но профсоюз мы тоже знаем, как работает. Увы. Деньги они собирают четко, да. Спасибо, дорогие друзья. Если вопросов ко мне больше нет, я буду считать свою миссию выполненную. Ну последнюю давайте записку. Когда задам вопрос о зарплате заведующей, то профсоюз, ее заместитель, намекает, что мы можем потерять свое место рабочее. Если будем умничать, как узнать, сколько воспитатель должен получать? Слушайте, было бы смешно, если бы не был так грустно. Во-первых, все тарифные ставки вам должны быть известны. С вами же договора заключают соответствующие. У вас бухгалтерия там везде есть. Обратитесь к ним с официальным запросом, чтобы вам справку дали о вашем расчете. Если вас что-то не устроит. Ну и, кстати, можете нам этот вопрос адресовать по электронной почте, мы вам все четко разъясним. То есть в зависимости от региона, там везде есть свои нюансы, надбавки и прочие все дела. Вы же знаете прекрасно. У каждого региона свои нюансы. У нас министр просвещения сама признает образование, как драные штаны. Лоскутное одеяло. Нет у нас единого образовательного пространства. Ну вот, будем сшивать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ